Мы уже обсудили прошедшую вчера презентацию Destiny 2 Королева-Ведьма, в отдельном ролике я собрал все значимые детали, и если вы всё ещё не посмотрели его, то обязательно зацените, чтобы понимать как будет развиваться история Destiny. Ну а сегодня поговорим о текущем сезоне, новом сезоне Исчезновения, который стартовал также вчера и уже успел потрясти своими сюжетными катсценами. Кратко пробежимся по новому контенту, активности, сюжету, наградам и так далее. В общем, вводное видео в сезон. Королева-Ведьма столь же опасна, сколько и прежде. Пока она у нас, мы должны узнать, что она скрывает. Озари путь сквозь высшие измерения своим светом и помоги им вернуться ко мне. В этом измерении действует какая-то зловещая сила, скажешь. Нужны твои боевые таланты. Возможно, с ними я спасу всех нас. Королева пробудившихся Марасов вернулась в город грез. И это событие сложно переоценить. Невероятно много событий произошло с тех пор, как она покинула нас. Ее брат погиб, а затем воскрес как страж с новым именем и жизнью. Зиву Арат вторглась со своими силами на риф, а королева-ведьма Саватун стала действовать опаснее прежнего, навлекая бесконечную ночь на последний город. Учитывая все это, Мара вернулась с целью встречи с Саватун. И в первой открывающей миссии сезона мы как раз и застаем ее за разговором с Саватун в теле Осириса. Еще раз, теория о том, что Осирис находится во власти Саватун со времен сезона Охота подтвердилась. Кстати о том, что Саватун завладела именно его телом, а не убила или не скопировала, говорит лор описания нового легендарного лука Вальфтон. По сути своей, сезон исчезновения выступает прологом к дополнению Королева-Ведьма. С первых миссий мы приходим к осознанию того, насколько значимым было влияние Саватун на судьбу города в последние месяцы. Главной целью по ходу сезона станет разгадка загадок города грез, которые он так тщательно скрывает годами, а также помощь Марья Соф в возвращении некоторых ее близких друзей. В особенности, тех, что помогали возводить город грез. В сражениях с силами Зивуарат мы будем очищать город грез от скверны. Новая сезонная арена называется Астральная синхронизация. Это задание с подбором игроков, рассчитанное на команду из шести человек. Вдохните жизнь в дремлющую технологию пробудившихся и одержите победу над теми, кто страшится света. Восстановите сеть лей-линий и проложите путь к исчезнувшим техноведьмам Мары Соф, чтобы вызволить их из Расколотого Мира. Тут все довольно понятно. Это очередная активность, на которой будет завязано сюжетное повествование сезона. Этапы поручения будут обновляться с каждой неделей, завершаться же недельный квест будет миссией Расколотый Мир. Пробирайтесь сквозь Расколотый Мир в поисках исчезнувших техноведьм Мары Соф. Спасите их и воспользуйтесь их способностями, чтобы взглянуть на загадочные миры по-новому и достичь недостижимого. Экзотическое оружие сезона Скипетр Агера. Квест на него появится чуть позже, по ходу сезона. В описании квеста сказано, что это спрятанное Марой оружие Огромной Силы, которое она создала для своего брата Ульдрана. Обладатель Скипетра Агера держит в руках ключ к ранее недостижимым уголкам Расколотого Мира. Конечно, когда квест появится в игре, я расскажу о нём на канале. Наборы экзотической брони пополнили три шмотки, по одной на каждый класс, и они, как и прежде, падают за прохождение легендарного или мастер Затерянного Сектора в Соло-режиме. Все эти экзоты – переработанные возвращенцы из первой части Дестани. Кстати, в ротацию Секторов добавили четыре новых из Города Грёз. Последним из известных на данный момент экзотов сезона стала линейная винтовка Ускоритель Лоренцо. Или Лоренцо, господи. Её можно получить в сезонном пропуске. Обладателям платного пропуска новое оружие доступно с первого уровня, бесплатникам, как всегда, в середине, с 35 уровня пропуска. Как и сообщалось, сезон обновил арсенал оружия игроков, пополнив его в общей сложности 25 легендарками. Среди них как обновленные старые, так и совершенно новые пушки. Особое внимание стоит уделить наличию легендарного стазисного оружия, которое обладает эксклюзивными перками. Ему в скором времени будет посвящено отдельное видео на канале. Также некоторые изменения коснулись испытаний Осириса. Во-первых, в игре наконец появился античит, который будет запускаться вместе с игрой. До 10 сентября он работает в фоновом режиме и пока не банит игроков самостоятельно. Но к старту испытаний программа уже будет отлавливать и исключать нарушителей. Испытания также получили возможность матчмейкинга для одиночных игроков. В таком режиме вы будете играть против таких же одиночек. Кроме этого, переработали систему наград. Теперь игроки будут зарабатывать лут Осириса не за выигранные игры, а за выигранные раунды в матче, что упростит добычу для неопытных игроков. Но правила самой крутой награды сохранятся. 7 чистых побед. Флоулес есть флоулес. Кроссплей появился в игре с первого же дня сезона. Так что я оказался неправ, думая, что его врубят не со стартом. Уже со вчерашнего дня вы можете играть с напарниками с других платформ. Что ж, это такое ознакомительное видео к сезону, как я сказал. Однако изменений заметно больше. Нам предстоит привыкнуть к новому балансу оружия и мне рассказать о нём. Добавили множество новых модов, перков, поговорить будет о чём. Не стесняйся задавать вопросы в комментариях и пиши, о чём бы хотел узнать из нового сезона в следующем ролике. Чтобы не пропустить видео, обязательно подпишись на канал и поставь колокольчик. Отдельное спасибо моим подписчикам-спонсорам за поддержку канала. От вас зависит его развитие. Напоминаю, что спонсоры получают доступ к чату, совместным играм со мной вне стримов и другие бонусы. Со всей инфой можешь ознакомиться в описании. А на этом пока всё. Спасибо за просмотр и до связи. Субтитры создавал DimaTorzok